Друзья, всем привет! Доброе утро! Вы на канале Мотосанчо и мы проснулись на мотофестивале. Сегодня воскресенье, фестиваль заканчивается, а значит будем складываться, сворачиваться, отправляться в дорогу. И это только выглядит все так бодро, весело, утром, здорово. На самом деле я вылез в первый раз часа в 4 утра, опухший с больной головой, а палатки по самому низу были покрыты слоем инея. Было очень холодно, может быть плюс один, плюс два. Но мы эту ночь пережили, справились и сейчас будем потихоньку оживать. Алексей тут уже вовсю кашеварит, готовит утренний чай, кофе. Пожалуйста, Александр, кушайте, не стесняйтесь. Спасибо. Вот красавчик, вот молодец. Поноситься по полю, поднять стол пыли. Вчера там гонял вокруг стола, где все сидели, колбаски жарили, пиво пили. Все в пыли, на зубах хрустит. Зато смотрите, какой герой, какой молодец. Сейчас нам вот на спальнике тут напылил. Последствия вчерашних покатушек. Все в пыли. Индиан, судя по всему, тоже вчера отжигал. Настолько, что у него порвалась цепь. Не знаю, как поедет обратно на лафете. А те, кто не может своим ходом, выезжают с фестиваля вот таким образом. Вы только гляньте, какой огромный лафет. Раз, два, три, четыре мотоцикла на лафете. И еще один стоит в кузове. Участники понемногу разъезжаются. Время уже десять. Лагерь становится все меньше. Ну и мы практически готовы. Палатки сложены, упакованы. Сейчас последнее приготовление. И в путь. Ну что, еще раз наше большое спасибо организаторам, что позвали. Счастливо. Поедем потихонечку. Было весело и душевно. Мне понравилось. Достойная смена растет. Немного поплутали по деревне в поисках выезда. Сначала в одну сторону нас навигатор повел. Там дорога закончилась. Началась грунтовка, по которой мы вчера приехали. Решили попробовать с другой стороны выехать. Может быть здесь будет асфальт. И гляньте слева. Это местный аэропорт. Ну или аэродром. Самолет стоит такой шикарный. А дальше нас поджидала тоже лесная дорога. Но с отличным асфальтом. По такой ехать одно удовольствие. Загорелась лампа топлива. Надо будет заправочку найти сейчас. Как выберемся на трассу. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Заедем на заправку. 6.42. Заправили полные баки. Я уже был готов выезжать. Но что-то меня дернуло проверить уровень масла. Вставляем щуп. Шевелим. Достаем. И видим, что тут капелька на самом-самом нижнем уровне. Вроде бы и можно бы ехать. Но я хочу добавить. Пойду на заправку масло покупать. Взял точно такое же масло, как уже залито в двигатель. Mobil Super 10W40. Получается, у меня сейчас будет почти полная канистра. И дома еще целая канистра. Почти хватает на следующую замену. А сейчас просто немножечко дольем. Это просто фантастически неудобно. Доливать масло между коляской и мотоциклом. Я сделал вороночку из чека с заправки. И по этой воронке заливаю сейчас. Сходил на заправку. Руки от масла отмыл. И вот сейчас думаю, как хорошо, что все-таки проверил. Ведь все могло закончиться гораздо плачевнее. Вошло в двигатель около 250 мл масла. А я был настолько уверен в непогрешимости Хонды. Она ведь масло не жрет. Что не заглядывал под щуп с момента замены этого самого масла. Оказывается, годы берут свое. И аппетит уже появляется. Так, аккуратный поясок пыли. Масло по вилке пока не течет. Что еще мы можем проверить? Раз уж пошла такая пляска. Все в пыли. Все чумазое. Колеса накачаны. Все держится. Можем двигаться дальше. И вот я теперь голову ломаю. Что же это такое было? Ведь двигатель не дымит. Значит, масло не сгорает. Но и не течет. Масляных пятен не оставляет за собой. А куда может уходить масло? А это науке неизвестно. Будем наблюдать. Может быть, я при замене не долил. А может быть, долило. Оно потом по системе разошлось. И уровень упал. Ну, это я так себя успокаиваю. Ладно, покатаемся, посмотрим. Еще одно интересное место у нас на маршруте. Мы не специально так выбираем. Навигатор нас так ведет. Центральная улочка небольшого города. Прямо туристически красиво. Прямо туристически красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрались, наконец, до выезда на автостраду. По навигатору 423 километра до места. А значит, ехать предстоит еще весь день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, с непривычки затяжные, такие безостановочные пробеги даются тяжело. Но, тем не менее, сотню с момента нашей последней остановки на заправке мы сделали. Абсолютно пустой паркинг. Есть туалет. Поехали к нему поближе. Беседочки, тенек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы решили использовать остановку по максимуму, поэтому объявили обеденный перерыв. К нам тут прилетели воробьи, которые только-только научились летать. Маленькие. Практически не боятся людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Порой закрадываются мне в голову такие мысли об искусственности всего окружающего нас. Вот мы заехали на паркинг и были здесь, по сути, одни, двумя мотоциклами. Прошло 10 минут. Подгрузилась система. Приехали мотоциклисты, автомобили, два автобуса, толпа людей. Сразу какая-то движуха, что-то вокруг происходит. Представляете, мы сейчас садимся, уезжаем. И все здесь заканчивается. Такая мысль, пересекающаяся с фильмом Матрица. Ладно. Едешь, когда долго, постоянно в голове что-то крутится. Иногда интересное. Можем продолжать наше путешествие. Можно сказать, вовремя успели до того, как здесь столько людей образовалось. Ребята, запрел по пути круиз-контроль. Чтобы не надо было постоянно держать правую руку на газу, берем вот так, фиксируем и отпускаем. Все, у нас правая рука свободна. Мало того, этот круиз-контроль может немножечко добавлять, убавлять и даже тормозить передним тормозом. Но лучше не надо. Лучше я это буду делать сам. Заезжаем на заправку. У меня уже лампа загорелась. И у Лешки тоже по всем расчетам топливо подходит к концу. И сколько у нас вошло? 9,7. Почти 10 литров. А проехали мы около 130, может 140 километров. Серьезно подрос расход. То ли из-за того, что по трассе едем быстрее, то ли ветер встречный мешает. 10 литров я залил и 10 литров Лешка залил. То есть расход у нас приблизительно выровнялся. Доехали до поворота с Варшавской трассы на трассу Котовице. С11, если не ошибаюсь. Она ощутимо поуже, поменьше. Зато 148 километров осталось до дома. Даже меньше. 137 по навигатору. Там ведь не до самих Котовиц, а чуть ближе. И вы гляньте, какая двойная сплошная. Вот это я понимаю. Такую при всем желании не пересечешь. Обгон здесь не предусмотрен. Встречные машины и мотоциклы моргали фарами. Предупреждали, что здесь работает фоторадар. Фоторадар. У нас следующая остановка. На заправке мы когда ехали по Варшавской трассе, я видел уже вот через 10 километров заправка, через 5 километров заправка и тут раз вот этот поворот на С11 и до заправки мы так и не доехали, а следующая оказалась километров через 30, наверное. Но дотянули, Лешка залил десятку, я 7 литров, более-менее у нас стало похоже на правду, не знаю в чем дело было, там возможно действительно ветер встречный, ну а сейчас отдыхаем, разминаемся, перекусываем, водичку пьем. 100 с копейками до дома, нам, Алексею чуть больше, километров на 300. Простите, оговорился, Лешка залил 9 литров, а у меня 7, так что разница не такая большая. А еще я проверил уровень масла и он тоже стоит на том же уровне, как я масло доливал, когда мы выезжали вот на той заправке. 113 километров осталось нам доехать. Дорожки живописные, потеплело так здорово после обеда, ехать одно удовольствие. Если бы еще демпфер не звенел, он так немножечко подбешивает, он на определенных оборотах входит в резонанс и начинает очень раздражающе дребезжать, где-то в районе 5000 оборотов. Очень много путешественников встречаем на кемперах, на мотоциклах, на чем угодно. Все куда-то едут. Дорожки живописные, в районе 5000 оборотов. Дорожки живописные, в районе 5000 оборотов. Кубической формы домики, леса, лесные реки. Только что проезжали очень живописную дорожку, много мотоциклистов катается. Там поворотики такие и вот лес с двух сторон. А нам осталось 24 километра до места. С Лёшкой переговорили, он решил остаться ночевать у нас. Так что сейчас заскочим в магазин, купим какой-нибудь еды на вечер. Наконец подъезжаем. 450 километров позади. Выехали мы около 10 утра. И вот еще даже солнце не село. Так, панда стоит на месте. Отлично. А места есть? Места есть. Мы выгрузили все барахло, занесли домой. А сами сейчас прокатимся на ближайшую мойку, чтобы немножечко смыть дорожную пыль. Даже не столько дорожную, сколько вчера в лесу, в песках запылились и сегодня целый день так и катаемся. Ну что, давайте посмотрим, чего мы тут натворили. О-о-о! О, да! Ну, шлем я все равно тоже хотел помыть от мошек. Но это уже буду делать дома. Немножко набрызгал в коляску. Ничего, высохнет. В багажнике тоже вода. Два злотых 40 секунд мойки, поэтому мыться надо максимально быстро. Но при этом качественно. Сейчас ехали с мойки и снова у меня замигала лампа заднего огня габаритов. Лешку спрашиваю, не мигали габариты? Нет, говорит, не мигали. Все отлично. Значит, где-то контактики шалят. Вода попадает и появляется такая ошибка. Кофры открыты, пускай сохнут. Место нашли подальше. Там уже все заняли. Но не беда. К ночи все разъедутся и переставим мотоциклы под окна. На этом можно, пожалуй, сказать, что мы наконец приехали. Пойдем отдыхать, ужинать. Всем спасибо, друзья. Всем счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok